Спасибо, Татьяна Викторовна. Добрый день, друзья. Тема наша сегодняшняя для многих стала интересной, эмоциональный интеллект преподавателя. Я увидела большую географию новых друзей от Якутска до Бишкека. Это очень приятно. Для начала давайте мы с вами познакомимся, потому что многие меня не знают. И в данном случае тема эмоционального интеллекта преподавателя вписывается в ту тему, которой я занимаюсь уже более 30 лет. Это человек-творец, философский, психологический, педагогический аспекты развития. Далее вы можете прочитать все те профессии, которые когда-то были в моей педагогической деятельности, научно-исследовательской деятельности, творческой деятельности. Перед вами красивая картинка гор. И наверняка многие из вас были в горах или мечтают поехать в горы. А кто-то и живет в горах. Например, Бишкек – это прекрасные горы Киргизии. Есть две парадигмы жизни. Одна парадигма напоминает процесс. То есть ты живешь все время в процессе. А другая парадигма говорит о результате. То есть человек на протяжении жизни ставит цели, достигает. Ему очень важно иметь результат. Поэтому может быть и парадигма состояния, парадигма процесса жизненного. А может быть и парадигма результата. Вот эмоциональный интеллект, он больше относится, видимо, к парадигме результата. И мы сегодня с вами посмотрим во время вебинара, действительно это так. Или может быть все-таки это парадигма процесса. Из тех профессий, которые есть, синтезировалась вся моя деятельность именно в индивидуальном предпринимательстве. Это было очень увлекательное путешествие, которое давало результаты интересные и в собственном развитии, и в развитии тех людей, которые были в команде и участвовали в этом большом проекте «Человек-творец». Вот теперь я попрошу вас написать в чате, а какая у вас профессия, чем вы занимаетесь, чтобы я имела представление. Я видела, что есть преподаватели вузов, очень приятно, тем более педагогических. Я приветствую город Таганрог, город Саранск. В Таганроге я была в прошлом году, путешествовала по городу и поближе к ближайшим окрестностям Таганрога. Буду очень вам признательно познакомиться с вашей профессиональной деятельностью. Преподаватели вуза у нас, учителя, администраторы, в основном вуз идет, доценты, технический университет, физический, учитель физической культуры, вуз Оренбург, отлично. Учителя начальных классов, воспитатели в детском саду, администраторы. В общем, профессий много. Значит, образовательные учреждения от детского сада, включая школу и включая вузы. Отлично. Очень такая разноплановая, разноплановые участники нашего вебинара. Думаю, что все равно будет всем очень интересно. Спасибо, Елена Геннадьевна. Тут сразу тоже много разных у вас профессий. Но давайте перейдем к следующему слайду. Я вам предлагаю сегодня немножко активно поработать. Поэтому сделаем диагностику, с каким настроением, с какими эмоциями вы пришли на вебинар, и какие эмоции, какое настроение у вас будет в конце вебинара. Вы можете взять ручку, листочек и себе написать на листочке, выполнить следующее задание. Первое, план вебинара у нас будет, будем делать упражнения. Потом мы себя сами оценим, разберем составляющие эмоционального интеллекта, выявим практическую значимость интеллекта эмоционального, как профилактики профессионального выгорания. И в конце я отвечу на все ваши вопросы. Потому что если я буду отвечать на вопросы в течение вебинара, мы можем с вами потеряться. Итак, план вебинара есть. Вы готовы? Я тоже с вами готова творчески работать. Начинаем. Интерактивный вебинар, когда участники вебинара что-то делают, что-то записывают. Так что на листочках, с ручками, с карандашами, с цветными фломастерами можете работать. Я вам представила две интересные картинки. Это тоже две парадигмы образования. Одна парадигма образования, где такие эмоции у ребенка накормили кашей, говорит о том, что это в принципе та педагогика, когда мы все время даем знания. Мы все время даем информацию, чтобы наши ученики, учащиеся, наши студенты все время больше и больше находились в информационном потоке. Развивали свои навыки, знания, умения. В результате вот такая картинка может быть, когда ребенок приходит в первый класс. У меня был такой случай. Соседка обращается, говорит, ребенок сходил в школу на подготовительные и не хочет больше идти. Говорит, я в первый класс не пойду. Наверное, у вас такое было. Ну, я говорю, пусть он со мной сходит в школу. Я тогда преподавала в одной из московских школ уроки музыки. Он пришел со мной, целый день пробыл в школе и сказал, в такой школе я буду учиться. Ну, тем самым мы сняли вот это негативное отношение. Когда ребенок идет в первый класс, ему очень трудно, он с чем-то познакомился, и чувствует, что у него что-то не получится. И вторая парадигма образования, когда мы создаем условия для того, чтобы наши учащиеся вот так эмоционально, с большим интересом, увлечением включались вот в этот процесс. Поэтому две парадигмы. Вы выбираете, какая вам ближе и работаете с любой из них. Понятно, что при большой радости обучения будет и результат другой. Поэтому я вам предлагаю интерактивный вебинар. С чего начнем? Начнем с практического задания. На своих листочках напишите, пожалуйста, какое время года вы сейчас ощущаете в себе. Есть четыре времени года. Но в каждом времени года есть еще три месяца. Поэтому, если у вас лето, то какое лето? Майское, июньское, нет, мая это весна, июньское, июльское или август. Второй вопрос. Какой цвет преобладает в ваших чувствах? Цвета разные бывают. Вы можете взять свои цветные фломастеры и прям закрасить. Там квадратик, курочек, что у вас есть. Потому что в конце вебинара мы сделаем диагностику, а что получается на выходе продукта. Вы можете, слушая меня, или следующий будет очень интересный видеофрагмент, что-то рисовать на листке. Выбрать ручкой, просто можно простым карандашом, можно цветным фломастером рисовать. При этом какая мелодия вам сейчас приятна, и какой эмоции или чувства вы можете охарактеризовать свое вот сейчас, сегодняшнее состояние, когда вы пришли на вебинар. Постарайтесь это все записать у себя на листке, отобразить у себя. А я предлагаю вам один из навыков эмоционального интеллекта, который называется рефлексия. Причем педагогическая рефлексия. Когда у нас шел этот процесс, активный с коллегами, мы написали песню. Эта песня с интересным названием почему-то детский сон. Именно написана тогда, когда мы искали вот эту парадигму, одну, вторую, третью, четвертую. Потом мы эту песню посвятили нашему профессору, доктору наук, а я ее сейчас посвящаю вам. Выполняя задание, вы можете послушать, посмотреть, услышать эту песню. Пою ее я вам и исполняю, аккомпанирую тоже автор данного вебинара. Собери в ладонь, Собери в ладонь Тихие слова Мысленно покинь, Мысленно покинь Грусти острова Рассворт 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 Розовый рассвет скрасит горизонт радугой дождя Звонкий детский смех щебет птиц лесных Это для тебя Белых облаков стойка озорных пронесется вдаль Первый солнце луч песни доброты несет печаль Белых облаков стойка озорных пронесется вдаль Первый солнце луч песни доброты несет печаль Посмотри на жизнь, посмотри на жизнь детскою мечтой Души глубину, сердца красоту людям ты открой И не бойся ты, и не бойся ты ветров и тревог Знай тебе пройти в жизненном пути тысячу дорог Собери в ладонь мыслы напокинь Растворись во сне светлою мечтой Продолжаем наш вебинар Наверное появились уже другие эмоции, другие чувства Я вам предлагаю сделать творческую работу Которая может быть выражена строчками стихотворными Может быть выражена белым стихом Творческое с тишиной творения Стихотворение Потом вы придумаете свое название Итак, откройся, послушай, что было в начале А дальше вы вписываете те строчки, которые рифмуются Или просто вы хотите выразить, что у вас сейчас открылось Вы послушали себя и что появилось в начале Может быть сейчас, может быть было до того, как это произошло Поставьте себе следующую строку И в мир осторожно и тихо войти Увидишь Что ты можешь увидеть На многоточии тоже напишите свои ощущения, свои впечатления Видеть можно глазами, видеть можно внутреннее зрение Поэтому кто-то видит в мечтах Кто-то видит в своем воображении А кто-то еще как-то по-другому видит Поэтому напишите, что можно, что ты увидишь И после этого дальше пойдешь ты, как путник любви Отлично Что можно обнять? Обнимешь Кого или что обнимешь? Напишите, пожалуйста Услышишь Что можно услышать? Откроешься Откроешься Ну, наверное, ты с человеком связанно Что откроешься? Ну и в результате И к звездам небесным Что-то там у вас может произойти После того, как вы Обняли Услышали Открыли И к звездам небесным Вот такое Небольшое Небольшое творческое задание Которое называется Творческое С тишиной Творение Так как презентация останется у вас То вы можете потом Поредактировать Написать Что у вас получилось Ну а мы непосредственно С вами пойдем дальше И перейдем В тек К нашей теме Эмоциональный интеллект На сегодняшний день Это самый востребованный навык В современном мире Что он дает? Этот навык нам дает Вести коммуникации Причем коммуникации Максимально эффективные Максимально результативные И мы спокойно можем оценивать Своё состояние Состояние других людей Вот Это известные книги Известного Автора Психолога из Гарварда Даниэля Голлмана Вы сейчас видите Он их написал В 90-е годы И уже появились книги наших Непосредственно Исследователей Которые тоже занимаются Этой темой Эмоционального интеллекта Вы можете зайти в интернет Скачать эти книги И потом познакомиться Что же входит в основу Данного направления Мы сегодня немножко с вами Тоже поработаем с этой темой Голлман выделил Четыре основные сферы Эмоционального интеллекта Самосознание Самоуправление Социальное сознание Управление Взаимоотношениях Ну давайте представим Такую ситуацию Вы человек Который хорошо ладит С коллегами В коллективе С учащимися Вас уважают Очень добрые Честные преподаватели Однако у вас Не получается Идти дальше Что-то делать Или по карьерной Лестнице Или Даже сменить работу То есть Заниматься своей деятельностью Но в каком-то другом Может быть Учебном заведении Возможно Вы воспринимаете Какой-то навык Очень допустим Эмпатического лидера Но очень узко Поэтому развивая Социальные качества В данном случае Социальное сознание У вас может Произойти Новый Карьерный рост Или новый Новый вид деятельности Или новое Образовательное учреждение Может быть Вы вообще Смените деятельность Бывает Такое Я не знаю Как у вас Но в моей жизни Самый большой Педагогический стаж Который у меня был Это 5 лет После 5 лет Я понимаю Что нужно Менять Вид деятельности Потому что Это очень Эмоционально Сложно Все время Жить В большом Интересии Познания Вместе Или с учениками С учащимися Или со студентами У вас Наверное Тоже такое бывает Правда И так хочется Отдохнуть Но проходит Отпуск Возвращаешься В школу Или в ВОЗ И понимаешь Что в принципе Еще не отдохнул Это как раз Вопрос Сознания И вопрос Рефлексии Извините Я немножко Проскочила Вот я вам сейчас Предлагаю Провести Сколько Вы можете Управлять Другими В вертикали Внизу От нуля До десяти Вы ставите Себе баллы Как вы Понимаете Себя Как вы Разбираетесь Со своими Эмоциями Со своими Чувствами Со своим Настроением Мысли Которые К вам Приходят И как вы Понимаете Других Людей Это тоже Будет Горизонтали Но уже От нуля До десяти Вы тоже Поставьте Себе баллы А потом Эти баллы Возьмите Соедините И что У вас Получится У вас Получится Звездочка Ромбик Или у вас Может быть Дука У вас Получится Ровный Ровный Круг Очень Интересно Я проводила Такое Такую Самооценку Давала Студентам И Пришла К такому Выводу Оказывается Наша Молодежь В возрасте От 18 До 23 Лет Очень Хорошо Управляет Другими Людьми Но Она Совершенно Пишет Они не умеют Управлять Собой Такой Вот Интересный Парадокс Другими Управляют Молодость А собой Управлять Не умеют Также Замечено Было В исследовании Что Студенты Понимают Лучше Других А вот Себя Тоже Не могут Понять Пару Поэтому Тема Эмоционального Интеллекта Понимание Она Очень Очень Актуальна Поставьте Поставьте Плюсики Если Вам Удалось Уже Сделать Свою Самооценку У себя Если Вы Поставите Плюсики Значит Я буду Знать Что Я могу Двигаться Дальше Отлично Есть Уже Участник Хорошо Молодцы Спасибо Вам Большое Переходим К следующему Слайду Если Вы Со Своего Мартфона После Вебинара Зайдете И Найдете Тест Или В интернете Тест Эмоциональный Интеллект Хола То Тогда Вы Точно Узнаете Вашу Свою Компетентность Внутри Личностную Или Компетентность Социальную Там Есть Несколько Низкий Эмоциональный Интеллект Средний И Высокий Эмоциональный Интеллект Поэтому Тестировать Сейчас Себя На Эмоциональный Интеллект Хола Не стоит Можно Это Будет Сделать После Вебинара А Второй Раз Когда Вы Будете Проходить Тест Эмоциональный Интеллект Хола Пожалуйста Зафиксируйте Те Позиции Которые Там Вам Предлагают Оценить Это Очень Интересный Тест Который Вам Поможет Разобраться В Самих Себе И Что-то Новое Понять Что-то Новое Открыть Самооценки Характеризуются Низкой Достоверностью Я Могу Сказать По-разному Конечно К любому тесту Нужно Относиться Куритически Но В данном Случае Можно Использовать Данный Инструмент Для Того Чтобы Понимать Самовосприятие Себя Управление С тобой Социальную Восприимчивость Оценить Управление Отношениями Хотя Я знаю Что Взрослые Ну Скажем Так В возрасте От 45 Чуть Старше Они Они Уже Владеют Навыками Данных Компетентностей А Молодежь И подрастающее поколение Только этому Учатся Тоже Такой факт Очень интересный Ну Давайте Перейдем Конкретно К каждому Компоненту Эмоционального Интеллекта Самосознание Тема Ну Актуальная Тема Глубокая Тема Обширная Ну В данном Случа Гулман Предлагает Два Навыка Это Ты способен Слышать Свои Эмоции И ты Понимаешь Свои Сильные Слабые Стороны Я Добавила Туда Обязательно Рефлексию Потому что Бед Рефлексии Сегодня Вообще В педагогической Деятельности Да и в жизни Очень Сложно Быть Счастливым Человеком Можно Быть Разным Но Быть Счастливым Поможет Только Рефлексия Это мое Мнение Этой Педагогической Рефлексией Мы начали Заниматься Еще в 90 Годах Вышли На творческий Уровень И поэтому Только это Помогает Человеку Оставаться В нашем Современном Мире Со всеми Вирусами Со всеми Самоизоляциями Пандемией Действительно Только Рефлексия Вот В каждой В каждом Компоненте Есть Несколько Составляющих У вас Часто Так Бывает Что Вот Кажется Все нормально Вы пришли Готовы К уроку Готовы К занятию Вот Если мы посмотрим На первую Картинку Слева Которую Сейчас Я попробую Каску Взять Провели Надеялись Что у вас Будет Все Замечательно Но У вас Нет ни сил Ни эмоций Вообще Ничего Так Сели Задумались Я согласна С Алексеем Николаевичем Что счастье Это отсутствие Страданий Но в данном Случа На этой Картинке Которую Я вам Предлагаю Посмотреть Здесь Есть Как раз То самое Страдание Но куда От него Денешься С ним Надо прожить И с ним Надо пережить Вот У мужчин Чаще всего Это выходит Не в форме Страдания Такое Эмоциональное Проявление Но наоборот Выходит В таком Состоянии Что все Сейчас Что-то Надо делать Что-то Надо Предпринимать Поэтому Очень хорошо Понимать Свои Слабые Сильные Стороны Они есть У любого Человека И обычно Уже Студенческие годы На Дисциплине Психология Наши студенты В вузах Определяют Свои слабые Сильные Стороны Потому что Когда-то ты Можешь Проявлять Сильную Сторону А Принимая Слабую Сторону Ты можешь Тоже Сделать В каких-то Моментах Жизненных Очень-очень Значимой И важной Самосознание Это Если мы Разберем Не с научной Точки зрения А такой Знаете Философской То есть Я сам Знаю Через О Может пройти Как кислород А кислород Это у нас Воздух Свежий Соединенный Значит Я вдыхаю И выдыхаю Некое знание Оно приходит Ко мне И выходит Из меня То есть Ко мне приходит Информация Я воспринимаю Это как знание Но если я Выдыхаю То это Будет уже Мое знание Значит Навык Самосознания Скорее всего Это способность Конечно Самосознание Она приходит Когда человек Понимает Что учится он В школе Не для родителей А для себя Так что Вы наверное С этим давно Уже знакомы Важная компетенция Нужная Нужно ее Тренировать Нужно ее Развивать И Как развивать Вот Развитие Этой Компетенции Или этого Навыка Этой способности Как раз И зависит От понимания Своих Слабых И сильных Сторон Я вот так Думаю Поэтому Если возникают Вот эти Неприятные Эмоции А они возникают У женщин Они очень часто Возникают Может печаль Прийти Страдания Ну во-первых Можно узнать Причину Не с этим Разобраться А можно Очень быстро Пережить Потом Как маятник От одной эмоции Печали Другой эмоции Радости И раскачать себя Потому что Эмоциональная сфера Сегодня очень И очень востребована Особенно В Китае Она востребована Я задумывалась А почему китайцы Сейчас занимаются Эмоциональной сферой Эмоциональным интеллектом Более интенсивно Ответ Я нашла В таких Размышлениях Своих В том Что Китай Представь Китайцы Представляют собой Буддистскую культуру Это Интроверные Люди Это люди Которые находятся Внутри себя Они живут Дети У них Очень спокойные Очень Неэмоциональные Потому что Они с детства Мама носит Их все время На себе Но может быть Сейчас современные Тоже все равно Продолжают носить На себе Поэтому они не так Плачут Они не так Кричат А вот наши дети Когда мы приехали В Китай Там работали Наши дети Наоборот Очень эмоциональные Чем вызывали У китайцев Большой-большой Интерес Почему маленькие дети Такие активные Подвижные Эмоциональные Поэтому у нас Эмоциональность По генетике Есть А вот у китайцев Сейчас они поняли Что для развития Интеллекта И для прорыва Страны В будущее Нужно развивать Этот эмоциональный Интеллект Может быть У вас другое мнение Есть Почему именно Китай Сегодня Китай Заинтересовался Именно Этой темой Переходим Следующему слайду И разберем Самоуправление То же самое Если есть Управление Я собою То это Эмоциональный Самоконтроль Ну что С эмоциональным Вы спокойны Да Совсем Так Спокойны Возможность Держать Под контролем Свои эмоции Они могут Быть Яркие Эмоции Как разрушительные Так и Созидательные Могут быть Яркие Импульсы Если человек Держит их Под контролем То все В порядке Момент Кризиса Может Тоже Происходить Разное Состояние Эмоциональный Самоконтроль Когда Даже На вас Давят Такое Бывает В нашей Педагогической Деятельности Особенно Со стороны Руководства Приходится Очень много Всего Интересного Делать Но ты Все равно Остаешься Спокой Здесь уже Работа Идет Твоя Как Самовнушение Ты говоришь Я справлюсь С этой задачей Например Я всегда говорю Я справлюсь С этой задачей Спокойно Начинаю Делать Эту Задачу И всегда Появляется Такое Умиротворенное Состояние Что бы ни Происходило Или Напустим Ты пришел А студенты Или ученики В школе Очень Очень Активно Очень Эмоционально Но я Всегда беру Знания В области Астрологии Говорю Сегодня полная Луна Видимо У них Что-то Происходит Надо тоже С ним Присоединиться И быть Таким же Активным Поэтому Эмоциональный Контроль Нам просто Необходим Адаптивность Адаптивность Такой Компонент Когда Вы можете В любой Ситуации Быстро Подстраиваться Быстро Находить Решение У вас Несколько Задач И вам Нужно Это Время Распределить И вы Его Успешно Распределяете Фокус На результат То О чем Мы говорили В парадигме Результата Если будет Фокус На результат То Вы Достигните Лучших Результатов В данном Случае Не все Позитивно Относятся К участию В конкурсах В конкурсах Различных Там Бывают Районные Конкурсы Областные Российские Но я всегда Говорю А почему Бы И нет Давайте Попробуем У нас Есть Участники Российских Конкурсов Поставьте Плюсик Если кто Там Участвовал Российских Конкурсах Или например Их ученики И студенты Участвовали В российских Конкурсах Есть Такие У нас Преподаватели Учителя Именно Российские Конкурсы Смотрите Да Отлично Наверняка После Этого Конкурса Который Был Трудным Сложным Нужно Было Выйти На результат Отлично Какой Бо Не Был Результат Знаете Как в науке Если Результат Отрицательный Он Тоже Результат Если Результат Положительный То В принципе Берем Выбираем То что нам Необходимо Отлично Вот Активное Участие В различных Конкурсах Дает вам Драйв Дает вам Состояние Фокус Отлично 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 В следующий Раз Обязательно Делаешь Все Получится Можешь Даже Сейчас Делать Вот Такой Позитивный Подход Он Дает Возможность Развивать Вот Это Самоуправление Сначала Ты в себе Развиваешь Позитивный Подход К Любой Жизненной Ситуации А Их У нас С вами Достаточно В нашей Жизни Как Еще Предлагают Развивать Данный Навык Самоуправления Конечно Ж Задать Вопрос А что С этим Можно Сделать Вот Сразу Реагировать Эмоционально И Досчитать До Десяти А потом Задать Тебе Вопрос Что С этим Можно Сделать Почему У меня Произошла Эта Ситуация Я Чаще Всего Задаю Вопрос Не Почему Я Ставлю Сдва Вопрос Для Чего У меня Возникла Эта Ситуация Что Мне Нужно Сделать И Вы Знаете Когда Натренируешь Свой Мозг Отвечать На Этот Вопрос Для Чего То Как Раз Само Управление Начинает Проявляться Достаточно Активно И Ты Управляешь И Собой И Другими Компонент Это Социальное Сознание Эмпатия Понимание Группы Класса Но Группа Имеется Студенческая Класс Понимаешь Своих Коллег Понимаешь Руководителя Социальное Сознание Да Наверное У вас Тоже Были Такие Были Такие Примеры Когда Вам Приходилось Проявлять Эмпатию То есть Понимать Других Людей Но При Эмпатии Конечно Нужно Очень Внимательно Слушать Стараться Слушать Понимать Людей Как Они Себя Чувствуют Иногда Женщины Чаще Всего Принимают На себя Эти Эмоции Стараться Не Принимать Или Например Принял Знаете Как Сквозняком Эмоции Прошла Спло С тебя И Куда То Опять Улетела Ну Пусть Летает Она В тебе Не Должна Оставаться Если Это Допустим Неприятная Эмоция Тогда При Вы сможете Оценивать Я Допустим Оцениваю Что происходит С группой Что происходит С коллективом Как Сделать Так Чтобы Группа Студенческая Вот Они Пришли Они Бывают Такие Предъявляют Все Очень Активные Все Умеют Делать И Кто Что Может Научить Преподаватель С ними Начинаешь Взаимодействовать Тоже Так же Активно Бывают Другие Студенты Вы Знаете Что Или Класс Такой Все Отдыхают Видите И Никто Ничего Не Хочет Селать У Меня Такой Был Первый Класс Я Прекрасно Помню У них Учительница Была В начальной Школе Заслуженный Учитель России И Они Пришли Ко мне На урок Музыки Знаете Что Произошло На первом Уроке Я Вдруг Смотрю Они Начинают Медленно Медленно Отползать Под Парту На Парту Две Девочки Потому Что В основном Класс Был Мальчик Значит Мальчики Все Туда Не Спал Парты Дальше Я Внимательно Смотрю Что Что Там Так У Них Они Вытаскивают Из Парфеля Свои Любимые Игрушки Начинают У них Играть Ну Прекрасно У меня Есть Два Ученика Которые Остались За Парты Я Начинаю Урок Минут Через Двадцать Они Оттуда Вылезли Видимо Наигрались Им Стало Интересно Что Я Делаю С Этими Двумя Ученицами Они Присоединились Вот Социальное Сознание Когда Ты Понимаешь Что Происходит С Своими Учениками Хотя Это Был Первый Урок Первом Классе И Тогда Любая Ситуация Педагогическая Развивается Потому Что В ней Ты Тоже Развиваешься Управление Взаимоотношениями Новое Слово Менторство Я Даже Для Себя Открыла Оказывается Менторство Это Когда Ты Делегируешь Или Доверяешь Своим Ученикам Своим Коллегам То Что Они Могли Бы Сделать Не Думай Что Допустим Только Ты Можешь Это Сделать А Другой Не Может Увлечься Когда Ты Доверяешь У Меня Студентка Тоже Расскажу Сейчас Очень Недавно Два Года Назад Пришла Я на Лекцию На Первую Она Вот Такая Сидит Печальная Такая Она Красивая Такой Необыкновенный Матрияж Но Сидит На Первом Ряду А Зади Сидит Вся Группа Я понимаю Что У нее Конфликт Причем И Внутренний И Внешний Как Потом Выяснилось Ее исключаются Из университета Потому что Она На первом Курсе Не сдала Все Зачеты Экзамен Ее Вызвали Сказали Что Декан Что Я Я Числят И Вот Она Сидит Такая Печальная Я Начинаю Смотрю Что Все Остальные Не Хотят Работать Я Сделала Несколько Комплиментов В адрес Ее Вестительной Внешности А у Нас Был Деловой Имидж И На Этой Теме Мы Нашли С ней Общий Язык В результате Она Стала Поступает На Различных Международных Студенческих Конференциях Участвовала В конкурсе Лучшая Статья 2019 Года Получила Диплом Сегодня Она Успешно Заканчивает Наш Университет Я Сейчас Преподаю И Все В жизни Этого Человека Изменилось Это Очень Меня Вдохновляет Да и Каждого Преподавателя Учителя Вдохновляет Вдохновляющее Лидерство Вдохновляющее Состояние Как развивать Вот этот Навык Не стоит Все время Брать все на себя Можно рискнуть Можно Можно дать Коллегам Шанс на свободу Дать шанс На свободу Своим ученикам И показать Что они Очень много Могут сделать Вот у меня Буквально Перед тем Как пойти На самоизоляцию Четыре группы Студентов В нашем колледже При нашем университете Сделали творческую работу Вы не поверите Какое-то было большое счастье Когда они Проявили Все свои способности Что они могут Это был Последний этап Затучительной Работы Потому что После этого Они должны были Пойти на практику Они сделали Такие Видеоролики Они отыграли Кто-то свои страхи Кто-то отыграл Свою уверенность Потом Выпускали это все На ютуб Выпускали это все Медиа Но Результат был То, что Творческое развитие И управление Самоотношениями Выявились сразу Лидеры Кто может Команду организовать Выявились Сценаристы Режиссеры Актеры Кто-то заботился То есть Все качества Которые есть Проявились У ребят Я сейчас Хочу затронуть Тему Профессионального Выгорания И вот Подобрала Такую картинку Когда у вас Не средний Эмоциональный Интеллект Когда вы протестируете А у вас Низкий Эмоциональный Интеллект Он очень Влияет на Нашу деятельность Но при этом Что вы видите Что с вами Происходит Вы начинаете Обвинять Вы обвиняете Близких Вы обвиняете Своих учеников Вы обвиняете Студентов Обвиняете Соседа Обвиняете Страну И наших Руководителей Это Низкий Эмоциональный Интеллект Все То есть Вы Так сказать Под Копаком Позиция Жертвы Сразу Проявляется Вот Если бы Это было Бы у меня Я бы Смогла Или Смог Бы Это Сделать В данном Случа Идет Агрессивная Пассивная Агрессивная Коммуникация Вы наверное Видели Таких Коллег У себя Или своих Учеников Как раз С низким Эмоциональным Интеллектом Вы Думаете Что Вас Не ценят Вас Не понимают На вас Вы начинаете Критически Тоже Во всем Отзываться Вы не хотите Слушать Никого Вам Это Неинтересно К вам Не Прислушиваются Лидеры Вы хотите Что-то Доказать Но Доказать Это Не Можете Вот Это Все Признаки Профессионального Выгорания Что Работать В Вывести Его Состояние Радуги Радуги Я написала Главное Другая Другая Пришла А Мне Напишите Пожалуйста В чате Что Вы Готовы Сейчас Делать Этого Вопроса Не было В Практическом Задании А Сейчас Этот Вопрос Есть Буду Очень Вам Признать Жду Вебинаров Очень Хорошо Наталья Сергеевна Вы Обязательно Его Напишите Это Легко Сделайте Дитя Обнимайте Дитей Диплом Я Понимаю Вас Проверите И даже Напишите Хорошую Реценцию Тест Пройдете Да Я Понимаю Что Жара Спать Хочется Релакс Сделать Приставать Отлично Очень Хорошо Так Каникулы Готовите Ученика Почередным Подготовите Вы Знаете Творение Галина Ивановна Это Постоянный Процесс Есть Творчество Как честь Творца Есть Творение Как состояние Духа Вот Подбудите Свой Дух У вас будет Вечное Творение Покормить Да Поговорить Вы Знаете Изменить Собственное Мироощущение Золова Владимировна Это Фантастика Это Просто Вот Взял И все Поменял Ну Вообще Это Несложно На самом деле Ульга Ванна Не Снимите Стресс Много Проведать Смотрите Сколько Добрых Делов Хотите Сделать Сколько Интересных Делов В познании В открытии Себя Заняться Чем-то Таким Тем более Отпуск У кого-то У кого-то Еще Дипломы У кого-то Еще Экзамены Все Это Вебинары Все Это Онлайн У вас Для этого Найдутся Силы У вас Все Обязательно Получится И Прежде чем Перейти К Синалу К Новым Открытием Я бы Хотела Ответить На ваши Вопросы Если Они у вас Есть А вас Попрошу Я Приготовила Вам Темы Которые Вам Могли Быть Интересны Напишите Для Будущих Вебинаров И Я буду Рада Если Эти Темы Вам Занимательны Увлекательны Я Подготовлю Вебинары И В новом Учебном Году С Большим Удовольствием С Большой Радостью С Вами Встречу Я Вам Прикреплю Сейчас Детский Сон Эту Песню Пусть Она У вас Будет Бывает Грустное Настроение Поставьте Ее И Обязательно Появится Другое Настроение Да Алексей Николаевич Действительно Как повысить Эмоциональный Интелег Это Практика Это Упражнение Это Задание Это Работа Это Рефлексия Можно Провести Такой Как Его Формировать Ну Формирование Знаете Берем Все позиции Рассматриваем И Начинаем С Любой Которая Интересна Но Они Все равно Переплетаются Знаете Как Сетевое Взаимодействие Оно Не Может Быть Одно Линейное Обязательно Переплетается Поэтому Сеть Сетей Рефлексивные Практики Онлайн С Удовольствием Это Вообще Моя Самая Любимая Тема Которую Я В 40 Лет Нанимаю Сплошная Рефлексия От Этого Много Творчества Много Статей Причем Не Научных Научные Статей Мне Почему Не Дают Рефлексию Может Вам Поможет Даже Рефлексии Писать Научные Статии Но Обычно Я Пишу Рефлексию Такие Полипублицистические Статии Именно На Педагогическую Тему Еще На Какую Минут Занимательную Вопросы Татьяну Викторовну Вопрошу Если Они Есть Потому Что Я Не Смотрела Вопросы Сейчас Я Посмотрю Коллеги Так Скачать Скажите Пожалуйста Будет Запись Вебинара Татьяна Ответила Запись Вебинара Очень Хорошо Что У вас Даже Не Возникло Вопросов Отлично Спасибо За Радуга Ольга Владимировна Я Желаю Вам У вас Обязательно Она Получится Потому Что Если Есть Механизм Вы Сами Этот Механизм Поймете Где он Ее Можно Кстати Радуга Зимой Делать Мы Такое Тоже Делали Польшое Вам Пожалуйста За Позитивные Эмоции Было Приятно С вами Познакомиться Мне Было Приятно С вами Общаться Тем Более География Наших Участников Обширная Нас Очень Много 87 Человек Это Тоже Кто-то В отпуске Кто-то Еще Занет Работы Но Вот Вышли Расшифровская Текст Елена Александровна Спасибо Большое Давайте Я Перейду К Расшифровке Текста Что У меня Было Написано Когда Мы С вами Прям Пролистаю Обратно Туда Сходил Обратно Вернулся Отлично Заканчиваю Свой Вебинар Тем Что У меня Написалось Когда Я Это Творческое С тишиной Творение Получилось Следующее Стихотворение Откройся Послушай Что было Вначале Молчание У меня было Я слушала Я вообще Ничего не написала Дальше пошло И в мир Осторожно И тихо Войди Увидишь Просторы И дальние Даль И дальше Пойдешь Ты Как путник Любви Обнимешь С любовью Родное Приволье Услышишь Журчание Всех Ручейков Откроешься С миром С восторгом С любовью И к звездам Небесным Полет Обретешь Вот у меня Получилось Такое Творческое С тишиной Творение Спасибо вам большое За ваши отзывы Известно ли Какие-нибудь данные Об эмоциональном Интеллекте Русиан Хороший вопрос Проведите Исследование По регионам И выявите Какая Вас Интересует Ниша Есть предприниматели Есть простые Люди Кто работает Есть домохозяйки Это же все Наши россияне Поэтому Какой эмоциональный Интеллект Если развит Эмоциональный Интеллект Человек Много чего Достигает В жизни Просто жить Интересно С высоким Эмоциональным Интеллектом Его сама Жизнь увлекает Так Еще Спасибо Ирина Александровна За шикарный Вебинар Это вы Такие Шикарные Я знаете Чувствую вас Как будто вы Все у меня Здесь Дома В гостях Поэтому я с вами общаюсь Правда 78 человек Не разместилось В нашей квартире Небольшой Но все равно Приятно Очень приятно Я готова к сотрудничеству Особенно с педагогическими Вузами С педагогами С руководителями Образовательных Учреждений Такой опыт У меня есть У меня много Проектов Самый успешный Проект Был на Урале Это самый успешный Проект Потому что Очень изменилась Жизнь детей Учителей И руководителей Данного Это было В Митвилском районе В селе Григорьевское Меня пригласили Учителя И мы с ними На протяжении Трех лет Делали проекты Через полгода Я к ним приезжала И сегодня Предпринимателями Стали вчерашние Двоечники Они сидели со мной Они говорят Как они энциклопедию Как они изучают Почему двоечник У меня в школу Не хочет ходить А у тебя рядом сидит И эту энциклопедию Изучает С тобой Что такое культура Сегодня они Хорошие предприниматели В Пермском крае Поэтому Приглашайте Будем общаться Будем учиться Вместе Потому что Я буду учиться У вас До новых встреч В эфире Время нашего Вебинара Заканчивается Презентация Вам предложена Видеоролик У вас остается Подождите Подождите Татьяна Геннадьевна У нас есть Два вопроса Напоследок Появились Поэтому Зачитаю сейчас Олеся Олеговна Волынчикова У нас спрашивает А проводите ли вы Вебинары Для медицинских Работников По выгоранию И связанный С ним вопрос Татьяна Леонидовна Шалабай Отчего возникает Профессиональное Выгорание Это фатально? Нет Это не фатально Абсолютно Это Это не фатально Оно возникает От того Что твоя энергия Уходит И ты не получаешь Обратного результата То есть Ты как бы Выдаешь потенциал А сам не получаешь Этого потенциала И ты начинаешь тухнуть Тебе нужно здесь Книги иногда не спасают Может спасти сообщество Или значит Такое активное Очень интенсивное Событие В котором вы принимаете участие Оно вам Выталкивает вас Вытолкнет Вот эту эмоциональную Эмоциональный Произойдет выплеск И после эмоционального выплеска Идет интеллектуальный выплеск Мозг начинает совершенно по-другому работать Читайте Смотрите вебинары Слушайте лекции Татьяны Владимировны Черниговской Профессора Доктора Нейробиологических наук Это Ленинградский университет Получите много полезной информации Много о себе узнаете Интересного Я всегда студентам предлагаю Послушать И потом выйти С какой-нибудь темой По дисциплине Для того, чтобы мы вместе обсудили Там как раз вот тема работы мозга Что с нами происходит Как мозг принимает решения То есть это все очень занимательно По вопросу работы с медицинскими учреждениями Да, сегодня есть постановление правительства И министерства, кстати Медицинского образования Медицины о том, что необходимо Психологическое сопровождение Медицинских работников Потому что им очень сложно Очень трудно Не только в условиях Которые сейчас есть Пандемии А именно в условиях Вообще Той деятельности Которой они занимаются Так что Олеся Олеговна Все возможно И все можно организовать И все можно сделать От чего оно возникает Я ответила Спасибо большое На этом я с вами прощаюсь Да, черниковское чудо Совершенно верно И вы тоже такие же Замечательные Чудесные люди До новых встреч Я возвращаюсь в этот Вебинар на финал И желаю вам Новых открытий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...